Брокер X-Direct оказался под арестом. Изи Форекс решил сделать ребрендинг, а финансовая комиссия приняла Grand Capital в свои ряды. Подробнее в сегодняшнем выпуске. Здравствуйте! Индийская полиция в Ададаре арестовала двоих сотрудников Форекс-брокера, которые не предоставили соответствующего разрешения на управление компанией. X-Direct зарегистрирован в республике Маврики, тогда как индийский офис брокера расположен в Ададаре. В ходе расследования и опросов выяснилось, что компания не располагает лицензии на осуществление деятельности в этом городе. К несчастью, клиентов, внесенные ими деньги, отправлялись на банковский счет в Мумбаи, невзирая на многочисленные обещания быстрого заработка за короткое время. Все больше компаний приводят ребрендинг, стараясь идти в ногу со временем и не отставать от изменений. Так, онлайн-брокер Изи Форекс, который был основан в 2003 году и который осуществляет деятельность в 160 странах, с 1 декабря прошлого года сменил название на Изи Макетс. По словам компании, Изи Макетс – это новый продукт, плод многолетних исследований и развития. При этом стоит отметить, что после ребрендинга организационная структура компании никоим образом не изменилась. Прежними остались и штат сотрудников, управляющий состав, регулирование, а также мировое присутствие. Финансовая комиссия «Нейтральный медиатор», регулирующая отношения участников индустрии онлайн-трейдинга, бинарных опционов и криптовалют, продолжает расширять состав участников. На этот раз независимый регулятор сообщил о присоединении к нему компании Grand Capital, которая является международным Форекс-брокером, хорошо известным и на российском небиржевом рынке. Теперь комиссия будет действовать в качестве посредника для приема претензий и предоставит аутсорсинг контроля за нормативно-правовым соответствием. Стоит отметить, что брокер Grand Capital работает в сфере комплексных услуг на финансовых рынках с 2006 года. Компания зарегистрирована на Сейшельских островах и имеет представительство в России, СНГ, Европе, Азии и Латинской Америке. Станислав Ванеев, генеральный директор Grand Capital, прокомментировал, что членство в такой авторитетной структуре, как финансовая комиссия, полностью соответствует их политике обслуживания клиентов. Формирование доверия к бренду, отзывы клиентов – это важные задачи компании. И к данным шагам они дают клиентам еще больше уверенности в том, что работают честно и прозрачно. А в случае разногласий клиент находится под надежной защитой независимого медиатора. И это были все новости из Форекс-индустрии на эту пятницу. Желаем вам отличных выходных. Увидимся в понедельник.